Скажите, пожалуйста, у нас достаточно много всяких разных контролирующих органов, там АФЭ, Нацбанк, министры, замминистры, тот же самый премьер. Почему в то время, когда эта сделка происходила, почему она вообще стала возможна в такой форме? Ну, видите ли, это просто говорит о том, что эту сделку Тимур Кулебаев совершал не один, а это была реально организованная преступная группа. И это, я думаю, предстоит выяснить следствию, если она состоится. Именно потому, что большое количество людей реально не исполняли свой профессиональный долг, поэтому это и произошло. То есть это большая группа людей, которые участвовали в этой операции. То есть получается такая длинная история отношений, которая начиналась в 2003 году с подкопа сумм где-то 150-160 миллионов долларов, а закончилась, ну или, как сказать, сейчас получила кульминацию в 2009 году с попыткой передачи миллиона гектар земли Китаю? Ну, на мой взгляд, сейчас ситуация следующая. До 2003 года китайские национальные компании не были активны. Они в 1997 году приобрели Актьюби Монайгаз. Это была, наверное, у них самая успешная сделка за пределами Китая. Самая успешная сделка. И до 2003 года активности не было. Именно в 2003 году, после осуществления этой сделки, все двери в нашу страну были открыты. Притом не на прозрачной, тендерной основе, именно путем манипуляции. Манипуляции осуществлялись вследствие того, что Тимур Кулебаев находился на руководящей должности. Сначала в Казмуной Агазе, затем в Самрук Казана. И, конечно, ни один руководящий работник Казмуной Агаза и Самрук Казана не мог осуществлять те или иные действия, если бы не было политической установки. Как со стороны премьер-министра Масимова, так и со стороны президента. Это сейчас фактически политика. Потом вхождение Китайского реально стало политикой. И здесь, скажем, на кону, это для всех очевидно, стоит вопрос уже национальной безопасности Казахстана и угрозы независимости страны. Потому что сейчас уже очевидно, что дело не заканчивается нефтегазовой отраслью, пример, с землей. Он это показывает. И я, например, сейчас думаю, что под угрозой находятся все крупнейшие отрасли страны. Это именно металлургия. Неважно, это медная отрасль, черная металлургия или какие-то другие сырьевые предприятия. Я уверен, что в кратчайшие сроки у нас будет такая ситуация, когда китайское присутствие будет доминировать относительно как самих национальных компаний, так и любых других. Это касается и Америки, и России, и любых других стран. Притом, тех стран, которые реально имеют такой стратегический интерес в Казахстане, опять же, это касается и нефтегазовой отрасли, и любой другой сырьевой, они не допускаются. И это целенаправная политика. Целенаправная политика сформировалась именно в 2003 году, когда член семьи Назарбаева получил вот такую взятку. После этого были открыты уже двери для осуществления других сделок. И у нас материалы есть, которые подтверждают, что все последующие сделки нефтегазовой отрасли произошли именно по этой же схеме, как с активным газом. А именно, фактически половина акций все время безвозмездно передается членам правящей верхушки, в частности, Тимуру Кулебаеву. Скажите, пожалуйста, а на какую реакцию вы рассчитываете, публикуя вот такие материалы? Вы знаете, безусловно, все мы, и я думаю, что очень многие понимали, догадывались о том, что Тимур Кулебаев, пользуясь своим положением родственника президента страны Назарбаева, занимая именно только государственные должности, потому что нахождение на позиции заместителя председателя правления фонда Самрук Казана или первого вице-президента Казмана и Газа, эти должности приравнены на фактически государственные должности, как госслужащий, статус госслужащего. И он, пользуясь своим статусом госслужащего, пользуясь тем, что он родственник президента страны, фактически бесконтрольно осуществлял свою деятельность, связанную с хищением государственных средств. И ни одно правоохранительное учреждение не реагировало на эти преступления. И сейчас я вижу, что сделки, которые осуществлялись, они не исчисляются сотни миллионов долларов, они исчисляются миллиардами. То есть это многомиллиардные сделки, которые фактически получает господин Тимур Колебаев. Понятно, что он не один и получает, это и наша правящая верхушка. А почему вы именно сейчас начали такую публикацию материала? Потому что есть комменты в интернете, что это связано с годом АБСЕ или что вы обижены. То есть можете сказать, почему именно сейчас? Я хочу сказать, что мы догадывались все, но у нас не было фактов. К сожалению, эти факты я получил буквально недавно, в ближайшие месяц-два. Я их начал анализировать. И, конечно, мы все предполагали, что идет какое-то воровство, но я сам лично не представлял масштабы того, что делал Тимур Колебаев. То есть масштаб оказался просто ужасающий. То есть я предполагал, что на десятки миллионов долларов, а здесь идет речь о миллиардах долларов. Поэтому, как мне попали ко мне в руки документы, я их проанализировал в течение одного месяца. После этого я начал эти документы придавать огласке. То есть именно простое объяснение. Я просто раньше на руках не имел конкретных фактов, кроме предположений и догадок. То есть правильно ли я понимаю, что у вас еще много таких фактов и много таких материалов? Материалов очень много. Я думаю, что об этих преступлениях можно целый год непрерывно публиковать и может года не хватить. То есть настолько объем хищений велик, что я думаю, об этом нужно много-много писать. Это на сотни томов уголовного дела. Факты это у нас на руках. Это будет все преднаглазки. Спасибо большое, Мухтар Кабулыч, за интересное интервью. Я думаю, оно будет широко обсуждаться и будет иметь большой резонанс. Спасибо большое еще раз. Мухтар Кабулыч